Приветствую вас, дорогие друзья! Я рада, что вы заглянули на мой канал. Сегодня я снимаю для вас видео о вечернем уходе за кожей лица. Это второй и третий шаг в уходе за кожей лица и шеи. Увлажнение и питание. Ссылочка для тех, кто не видел первую часть. Очищение и тонизирование будет размещена наверху под восклицательным знаком. Обращайте, пожалуйста, внимание. Я оставляю обязательно для вас ссылки. И еще хочу сказать, что все использованные средства я обязательно указываю подробно. Возможно, даже указываю там, где я их приобрела. В инфобоксе под видео, то есть в описании под видео смотрите. Также там все возможные скидки, которые у меня уже есть, для того, чтобы вы тоже могли ими воспользоваться. Буду использовать вот такой замечательный лосьон-тоник от компании Toplan. Это японская компания. И производит она вот такие вот объемы огромные, просто по пол-литра тоники на основе коллагена, эластина и различных витаминчиков. Эта косметика очень популярна в Японии, поэтому, как вы видите, кроме единственного логотипа Toplan, здесь ничего практически не переведено. Да, нанесем этот тоник привычным для меня способом, для того, чтобы увлажнить кожу и подготовить ее для впитывания, для лучшего впитывания всех остальных средств, более густых, которым требуется вот такая водяная подложечка. Я наливаю в крышечку, здесь очень удобная крышечка, такая как стаканчик. И дальше распределяю, как вы видите, и вокруг глаз, в том числе, это не агрессивный тоник. Здесь в том числе добавлена и гиалуроновая кислота, поэтому этот тоник имеет немножечко такую густоватую консистенцию, и он очень хорошо держится на коже. Также наношу на зону декольте и шею. Я не даю своему тонику впитаться, потому что он поможет сыворотке с витамином С от Джейсон быстрее впитаться в мою кожу. Сыворотка имеет довольно характерный аромат, немного странноватый. Для тех, кто не пользовался никогда витамином С, будьте, пожалуйста, к этому готовы. Чистый витамин С никогда не пахнет апельсинками, мандаринками или чем-то подобным, друзья, нет. Кислородный, кисло-жгучий аромат, ни на что не похожий. Если вы начнете использовать вот такие средства, потом вы витамин С будете чувствовать во всех кремах, какие только его содержат. Вы поймете, что это за аромат, как только попробуете эти сыворотки. Висимо от того, что сыворотка довольно густая, я не знаю, видно вам или нет, она в такой вот правильной упаковочке. Она должна быть темная, но здесь она не прозрачная, она оранжевая. И она должна быть вот с такой вот помпой, которую сложно открутить, потому что витамин С он нестабилен. И он должен быть обязательно в жирорастворимой форме. Здесь чуть-чуть есть жира для того, чтобы он быстрее и лучше впитывался. И, главное, держался потус. Я не рекомендовала бы вам наносить сразу витамин С, если вы никогда им не пользовались. Попробуйте, пожалуйста, нет ли у вас аллергии на него. На некоторые кремы у меня есть аллергия. И один такой крем вы знаете, это Skin Eternal крем, о котором я говорила вам в одном из своих видео. Ссылочку тоже вам оставлю, если будет любопытно, посмотрите. Следующее средство, которое я буду использовать, это специальная сыворотка, которая наносится на видимые морщины, либо те места, где они могут быстрее всего образоваться. Ну, где у нас тоньше кожа, на лице, на шее, да, и на зоне декольте. Именно там первые морщинки и образуются. Ну, и также есть мимические морщины, которые образуются в связи с движением наших мышц. Это серия Coffee Tree от компании Wix. У меня ванилия айс-крим, точечный крем мусс против глубоких морщин. Вот так он выглядит. Я наношу вот так немного, буквально чуть-чуть. У него потрясающий аромат. Замечательный, просто действительно ванилия айс-крим. И он создает впечатление такого косметического молочка. Вот те, кто умываются косметическим молочком, что, кстати, не очень правильно. Если вы этого не знали, то изучите этот вопрос, пожалуйста. Смотрите мой ролик обязательно об очищении и тонизировании. Всю информацию я обязательно вам оставляю. Очень жидкий, жидкий, жидкий кремчик, который очень хорошо впитывается. Он оставляет чуть-чуть такое липковатое ощущение, но на ночь мне совершенно это не мешает. Потому что сейчас я перекрою его другим кремом, о котором я вам также подробно расскажу. Далее я наношу на вот эти зоны и на морщинки, которые могут появиться на лбу. Еще добавим немножечко. Вот так, буквально чуть-чуть. Друзья, его много не нужно, он довольно экономичный. Для поддержки овала лица. Все-таки я пухленькая, мне нужно поддерживать овал лица. Кстати, почему-то сейчас худеется, не могу понять почему. Вроде бы со здоровьем все в порядке, кушаю точно так же. Ну да, вот у меня бывают такие странные периоды. Теперь я буду наносить следующую сыворотку. Да, не удивляйтесь, сыворотки у меня две. Одна с витамином С и вторая с природным коллагеном. Компания Лиоэль. Это карельская компания. Очень популярная. Это не дешевые средства. Ну и не, скажем так, люксовые. То есть это средняя стоимость в районе 1000 рублей. Природный коллаген – это осветление и подтяжка лица. Также наполнение природным коллагеном, что очень полезно. Также несколько нажатий делаю, распределяю по ручкам. И далее наношу сверху, так же я захватываю глазки. То есть его можно наносить везде. Он не раздражает, что очень приятно. Вот его консистенция такая очень приятная. Я не забываю ушки. Братите внимание, на ушки я тоже наношу. Братите внимание, тоже нуждаются в уходе. И с возрастом здесь кожа точно так же отвисает из-за нехватки коллагена. Остаточек всегда разношу на кисти рук, что помогает мне сохранять молодость ручек. Так, теперь пришло время нанести кремы. И кремов у меня будет два, поскольку у нас кожа на лице, шее и под глазами довольно сильно отличается. Здесь на лице довольно много жировых сальных желез. Здесь еще больше, да, в зоне-то именно поэтому она быстрее жирнится. Вокруг глаз их практически нет. Ну, то есть вообще практически нет. Поэтому так часто кожа глаз сохнет, особенно от консилеров, особенно часто шелушится. И декольте точно так же подвержены первому старению, именно в связи с тем, что нет жировой прослойки. И поэтому кожица, кожица как бы не на чем держаться, да. То есть она сразу же обвисает, проваливается. И очень часто образуются вот такие вот морщинки на шее. Кстати, обратите внимание, что у многих молодых людей есть такие морщинки. Почему? Потому что у них неправильная посадка головы. То есть они ходят все время вот так, либо вот так, лежа на диванчике, читают книги. И под воздействием фактически это мимические морщины получаются, да. Они получают не очень красивые морщины в молодом возрасте. Но, чтобы поддержать свою кожу в хорошем состоянии, кожу шеи, декольте, вам нужно пользоваться маслами. И как можно больше, друзья. Найдите те, на которые у вас нет аллергии. Обратите внимание, что точно так же вы должны определить для скрабов составы, если будете делать по моим рецептам сами составы. Вам нужно также понять, есть ли у вас аллергия или какие-то неприятные ощущения от какого-либо типа масел. Итак, я буду использовать на шею и под глаза вот такой очень питательный, очень увлажняющий, очень богатый маслами крем. Это крем от Revival Lab Plant Extract Throw and Eye Cream. Он годится для шеи, декольте и под глаза. И именно по той простой причине, что, как вы уже поняли, у нас одинаковая практически кожа и там, и там. И так вот я не жалея его, вот так прямо густо наношу. Кстати, обратите внимание, что спать я сразу с этим не лягу. То есть еще какое-то время должно пройти, чтобы это все как следует впиталось. Не менее 40 минут, друзья. Иначе без морщин останется только ваша подушка, а не ваше лицо, потому что вы все это разотрываете по подушке. Наверное, подушка, конечно, будет очень счастлива. Она будет очень хорошо и долго, молодо выглядеть. Но это будете не вы, увы. Остаточек на губки. Вот так прямо жирно наношу. И пока я буду наносить крем на зону шеи и декольте, он у меня чуть-чуть уже подвпитается. То есть вначале я его наношу как масочку. Мои сыворотки, которые я нанесла до него, будут помогать этому густому крему впитываться. Он сейчас войдет с ними в сцепление как бы. И они быстрее впитываются и глубже входят, потому что они более мелкомолекулярные. И он более крупномолекулярный. Все, что густое, это большие крупные молекулы, которые тяжело впитываются. И, соответственно, из-за того, что у них нет проводника, жидкости, они не могут впитаться. Поэтому очень часто ваша сухая кожа никак не воспринимает густой-густой крем. То есть вам нужно его чем-то разбавить. А либо вам нужно вначале нанести какой-то тоник для того, чтобы это все впиталось. И очень часто многие, знаете, жалуются на то, что они используют крем какой-то для рук. На усталость, замученный после какой-нибудь дачи или уборки руки. И никакой реакции. То есть руки как были сухие, так и остались. Потому что это все не проникает в глубинные слои кожи из-за того, что она обезвожена. И нет проводника для крема. Вот теперь я сделаю такой небольшой массажик на этом кремчике. Я не нажимаю, обратите внимание. Просто катаю пальчики в качестве такого вот лимфодренажного массажа. Совсем чуть-чуть, слегка. Сегодня я уже наносила масло на лицо, поэтому кожа у меня довольно увлажнена и довольно напитана. Кстати, это два разных понятия. Как вы уже поняли, вначале мы увлажняли лицо жидкими веществами. Да, это увлажнение. А теперь мы переходим к питанию. И вот этот крем был уже питанием. Теперь я хотела бы нанести гель-крем максимальное увлажнение лифтинг плюс анти-эйдж. И это такой мусс, крем-мусс, опять же от компании Викс. Ссылочки я вам оставляла, где найти эту косметику. Вот такой вот крем-мусс. Здесь написано крем-гель, но на самом деле это не гель. То есть он густой. Он очень вкусно пахнет настоящим зеленым кофе. Собственно, здесь он и содержится. Это антивознаростной уход, повышение упругости. И у него супернатуральный состав. Вообще компания Викс отличается супернатуральными составами. Именно так я их нашла. Но у них срок годности всего лишь год, поэтому сейчас я буду активно ими пользоваться. Все средства очень легкие, и они мне отлично подходят на лето. Вот такая вот у него консистенция. Вообще, спросила у химика, моего мужа, почему такая консистенция, как они этого добиваются. Он сказал, что здесь есть составляющие белка, поэтому они так чудесно взбиты, все эти кремчики. Итак, витамин АЕ, Депантенол, облепиха, виноградная косточка, жажаба, алоэ. Ну, в общем, все, что необходимо для нашей кожи, для того, чтобы успокоить ее вечером, дать ей дополнительное увлажнение, если его не хватало. Сегодня я весь день провела в тональном креме. Кстати, расскажу вам обязательно. Продолжим наш тест тональных средств. Многие из бюджетных я попробовала, и также у меня есть люксовые. Обязательно расскажу вам. Общалась с людьми, работала, много перемещалась в Москве. Поэтому личико мое, конечно, устало, кожа очень устала. И сейчас после душа со скрабом и хорошего очищения я начинаю наконец-то приходить в себя, чувствовать, как я дышу, как кожа дышит. И вообще мне всегда не терпится приехать скорее домой, снять косметику и ощутить вот это вот дыхание кожи. Очень довольна сейчас состоянием своей кожи. Морщин нет, тонус улучшается, тургор кожи. И что еще улучшается, есть ощущение такое общего здоровья по цвету, по цвету кожи. Я это ощутила. Такая, знаете, серость пропала. Был какой-то серый подтон в коже, который мне не очень нравился. Вот видите, я с вами разговариваю, и в этот момент я делаю такой легкий массаж, а затем вот так прикладываю ручки, чтобы как бы утрамбовать в поры внутрь, да, своей кожи вот эти вот все средства, чтобы они лучше вошли. Никогда не оставляйте за маской такой сверху, да, их. Даже если у вас какая-то маска на лице, и вы хотите все-таки, чтобы она поглубже вошла, вот используйте такую технику. Вот теперь я могу с чистой совестью попрощаться с вами, поблагодарить вас за внимание. Спасибо за то, что вы были сегодня со мной. Спасибо за вашу поддержку. Я обязательно жду ваши комментарии. Пожалуйста, поделитесь со мной, чем пользуетесь вы летом. Мне было бы очень интересно. Возможно, я открою для себя что-то интересное и новое. Сейчас я много пробую нового. Удачи! Будьте благодарны за все, что имеете. Пока!